НИИ имени Батиновой и Тихомирова Если, конечно, вы кандидаты наук, технических, психологических и педагогических Напомните телефон прямого эфира 728-7171, код города Москвы, 495 СМС-портал 5533, все сообщения начнутся со слова «Маяк» Со словом, да, со словом И форум «Радиомаяк.ру» Мы сегодня хотим поговорить об очень серьезной и важной теме Андрей, кто правит миром? Это очень простой вопрос Миром правят те, в чьих руках собственность, власть и информация Ничего не изменилось То есть ничего не изменилось В этом плане вообще ничего не может измениться Тогда возникает следующий вопрос, Андрей Кто эти люди? Покажите их и назовите поименным Ну, я думаю, что имена этих людей на слуху, хотя далеко не всех Ну, это обычный набор Ротшильда, Рокфеллеры, Барухи, Куны, Лойбе и многое-многое другое Кроме того, есть коллективные хозяева мира Ну, например, в 70-е годы XIX века Тевтонский орден продал свои земли И значительную часть средств вложил в химическую и военную промышленность Германии То есть, например, в ИГ Фарбен индустрии То есть, вот это такой коллективный хозяин современного мира То есть, ну, вообще-то этот вопрос, его можно обсуждать Но это не самое интересное, потому что действительно все эти люди на виду и в принципе Нет, Андрей, меня сейчас волнует один очень интересный вопрос И вы поймете, к чему я клоню Понимаете, в чем дело? У нас до сих пор в нашей стране, несмотря на то, что уже прошло 20 лет, как сменилась формация А все равно есть такая некая ностальгия по советскому прошлому А я вот все время думаю, а советская власть вообще и революция 1917 года Она появилась как? Благодаря или вопреки международным трендам и, естественно, этим людям? И благодаря, и вопреки Дело в том, что события в России Те, которые называются революцией в широком смысле слова Их нужно разделить на две части Первая часть русской революции, а точнее революции в России С 1917 по 1927 год Это такая интернациональная фаза Когда речь шла о том, чтобы превратить в Россию Такой очаг мировой революции Но потом То есть, а кто это инициировал? Скажем так, если это возможно Ну, вообще, хорошо известно, кто проплачивал революционные действия в России Проплачивал Шиф Шиф это кто это? Шиф это известный банкир Здесь, понимаете, нужно только очень четко различать две вещи Когда мы говорим о крупном событии, таком как русская революция Нужно помнить, что есть так называемые внутренние и внешние факторы Но дело в том, что когда система находится в структурном кризисе А у нас был действительно кризис в начале 20 века Грань между внутренними и внешними факторами превращается в пунктирную И когда вот эти факторы внутренние и внешние находятся в равновесии Здесь достаточно очень не сильного толчка, но в нужном направлении И дальше инерцию уже не остановить Я понял ваш намек Так, а что же было потом, после 1927 года? После 1927 года большая система под названием Россия На тот момент оказалась не по зубам большой системе под названием Мировая капиталистическая система То есть это мы не подались, не прогнулись Да, дело не в том, что не прогнулись А возник очень большой слой людей Заинтересованный в том, чтобы Россия была не хворостом для мировой революции А чтобы она была страной самой по себе Выразителем интересов этой группы были Сталин и его команда И в 1927-1929 годах эта команда ломала хребет гвардейцам кардиналов мировой революции Ленина и Троцкого И началась следующая фаза русской революции, национальная С 1927 по 1929 по 1939 год То есть революция растянулась на очень длительный период Я почему вас спрашиваю? Потому что вот события в последнее время на Ближнем Востоке Вот эта ползучая революция Мне кажется, она чем-то очень напоминает то, что происходило в 1917 году Но только в России это все захлебнулось То есть как бы мы подтолкнули Россию Нет, все-таки это очень разные вещи Потому что совершенно другая эпоха И в событиях так называемой арабской весны Очень большую роль играли такие средства Про создание управляемого хаоса, как психоинжиниринг В 1917 году об этом у нас в России никто и не слышал Хотя было психологическое воздействие Но оно касалось элиты А здесь все это касалось больших масс населения И то есть это совсем-совсем другая вещь Но одна вещь очень-очень похожая Поскольку те страны, в которых происходили вот эти события Ну эти страны, вообще большая часть мира находятся в состоянии такого вялотекущего кризиса Однако далеко не везде происходят революции, смуты Если бы вот этих так называемых объективных условий Или я их называю системными Если бы они были достаточными для того, чтобы происходили революции То у нас сейчас 90% мировой системы просто пылало бы Однако пылает только то, что нужно, чтобы пылало То, что нужно, чтобы пылало А это слабые места? Это не то, что слабые места Это нужные для кого-то места Ну вот смотрите, например Арабская весна Соединенные Штаты Америки перенапряглись Они находятся в таком состоянии, в котором Римская империя находилась в эпоху Трояна То есть нужно уходить И, кстати, Римская империя действительно начала уходить первое, откуда они ушли Это из Месопотамии То есть Бежнего Востока Нужно уходить Но нужно уйти так, чтобы... Достойно Нет, недостойно Самое главное, чтобы конкуренты не влезли И лучшее средство создать управляемый хаос Кто лучший кандидат на создание управляемого хаоса? Исламисты И будем сейчас приводить к власти исламистов Но вот есть две страны Которые вот... Либо в них исламисты слабы Либо их вообще нет Ливия и Сирия А подать сюда Ливию и Сирию Ливии уже нет А вот Сирия стоит и сопротивляется Но опять же сопротивляется Не потому, что она Сирия А потому, что помимо чисто сирийского интереса Есть еще интересы Ирана, России и Китая И главным образом Китая И в этом отношении здесь западные крестоносцы в Сирии Нарвались на китайскую стену Которая вдруг приехала в Сирию Ах, вот во всем дело Скажите, а вот эта международная элита Она как постоянная константа Или она формируется постоянно? Вы знаете, вообще нужно сказать, что Во-первых, не нужно ни демонизировать, ни идеализировать эту элиту Но вот занимаясь проблемами внутренней организации Современной западной элиты последние 15 лет Я должен сказать, что западная элита При том, что ее интеллектуально-волевая планка За последние несколько десятилетий просела Аналогов у этой элиты нет То, что сформировалось на Западе за последние 400 лет А это уже так долго? Да, безусловно Это цивилизационные достижения Запада Потому что, во-первых, эта элита формировалась в очень меняющихся условиях Она очень сложная Революции Межгосударственная система Скажем, китайская элита все время была в рамках одной империи А здесь постоянные войны, революции Быстрые очень изменения То есть это очень динамичная элита Второе Это элита с преемственностью Здесь не любят выскочек Здесь не любят выскочек Вот выскочка Кеннеди попытался сыграть свою игру Ему очень строго было указано То есть мы тебя выдвинули, мы тебя и задвинули Причем, нет, прегрешения Кеннеди перед международной элитой были таковы Что семью Кеннеди наказывали жестоко в течение трех поколений То есть это не проклятие, а это просто Нет, это систематическое наказание Если вы вспомните убийство Кеннеди Это была фактически публичная казнь И, наконец, третий, самый важный момент Который характеризует западную элиту Она носит наднациональный характер Это наднациональная элита Причем в ней сочетаются очень разные элементы Это и аристократия, и финансисты Нужно сказать, что весь XIX век Аристократия очень неохотно шла на браки с финансистами Ну, когда совсем прижимали обстоятельства В Англии, например, это не очень поощрялось И не очень поощрялось прежде всего королевой Виктории Которая была большой противницей этого Королева Виктория умирает в 1901 году В 1902 году проходит год Собирается европейская аристократия И решает, что можно жениться И выходить замуж за представителей финансовой элиты И начинается новый этап оформления европейской элиты Как наднациональной, международной С участием вот этого финансового капитала Причем чаще всего это еврейский капитал Который сыграл очень большую роль В сплачивании тех сегментов элиты Которые раньше противостояли А этот капитал, он их как бы соединил Андрей, ну я правильно понимаю, что Россия все равно Стояла особняком от всей этой истории Россия не играла в этой игре Более того, и Германия не очень играла в этой игре Германия Ну, во-первых Немецкий второй эх возник В 70-е годы Но немцы сразу же противопоставили себя Британцам в этом отношении И британцы их наказывали в течение 70 лет И только сейчас немцы начинают брать реванш Ситуация вот заключается в чем С середины 18 века Немецкие масонские ложи Находились под контролем британских континентальных лож И Германия так Пруссия так и возрастала А мы были под французскими ложами Сложнее Знаете, вот в России все сложнее Россия очень большая страна Здесь очень трудно Здесь очень трудно что-то вообще поставить полностью Полностью под контроль Здесь были французские ложи И тем не менее К счастью Россия слишком большая страна Чтобы ее накрыть Некой единой сетью Так вот Германия страна меньше И закончилось это все В 1870-е годы Когда По Согласованию с английскими братьями Французские братья Очень помогли Франции Пруссии победить французов Но Тут же Что делают немцы Они рвут отношения С британскими континентальными ложами И Объединяют все Немецкие масонские ложи В единый Всегерманский союз Тайную Германию Нихайм и Дойчланд И Это означает Что Немцы Собираются До этого Контролируемые британцами ложами Британцами ложи Это были Наднациональные структуры А тут возникает Национальная структура Национальная структура С мировым замахом Такого простить было нельзя Уже в 1888 году Это по документам Сейчас ясно Британцы решают Уронить Германию С помощью Франции И России Но это была сложная задача Нужно было французов Уговорить вступить в Союз России Это сделал Папа Римский Ватикан Который очень сильно задолжали Ротшильдом И Они решили эту задачу И потом В течение 70 лет Британцы наказывали немцев Втягивая каждый раз их в войну И выставляя главным виновником Этой войны Сейчас мы видим некий Реванш немцев По отношению к британцам Если вы посмотрите Что происходит в Евросоюзе Немцы просто загоняют Британцев Британцев в угол Ну посмотрим Что будет дальше Андрей Вы так легко говорите И оперируете фактами А это что Открытая информация Которая Вы знаете Вот есть парадокс Дело в том Что огромное количество информации За последние Ну лет так сто Накоплено И эта информация Лежит Ну фактически Не исследованной По целому ряду причин Во первых Есть устоявшиеся Научные Схемы И теории Вот есть государства И вот они выясняют Между собой отношения Хотя Уже с конца 19 века Возникают Наднациональные Субъекты Которые намного Сильнее государств И в соответствии С деятельностью Которых И нужно Нужно писать Историю Есть еще один Очень важный момент Который не укладывается В рамки Современной Обществоведческой науки Дело в том Что с середины 18 века История начинает Превращаться В проектно-конструируемую И это связано С тем Ну это да Это по учебникам Видно Во-первых Появляются Массы Попробуйте Поуправлять деревней У которой есть традиция Или кастой Любого внешнего Управленца Там Пошлют Очень далеко И очень быстро Сити-менеджера Да А вот массой Атомизированной Ими очень легко Управлять В середине 18 века Масса выходит Сейчас мы на секундочку Прервемся У нас просто новости И потом продолжим Наш разговор Напомним Вы можете задать Свои вопросы На смс-портал 5533 Форум RadioMaiuk.ru Ну и телефон Прямого эфира Тоже для вас Не стесняйтесь 728-7171 Код Город Москвы 495 Сразу после новостей Вернемся в студию Дорогие друзья Мы продолжаем дальше Нашу научную беседу С Андреем Фурсовым Российским историком Социологом Публицистом Организатором науки Простите Как это Организатор науки Организатор науки Это человек Который создает Научную структуру Который создает Структуру А я думал науку создает Как всегда Рядом с нами находится Лауреат госпремии В области Естественного знания Лена Батинова Спасибо И мы продолжаем Наш разговор О том Кто руководит миром Что происходит Вообще в этом мире И хотим узнать Законы развития Мироздания Мы говорили о том Что есть элита Андрей скажите мне пожалуйста А сверхзадачи элит Вот что для них Самое главное Обогащение Сохранение своих Резервов финансовых Вот что для них Является Сохранение Сохранение Привилегий И власти Знаете Есть такой замечательный роман Один из лучших Политических романов 20 века Вся королевская рать Роберта Пен Уоррена Так вот там Главный герой Вилли Старк Говорит своему Другу И спичрайтеру Джеку Бёрдену Главному герою романа Он говорит Понимаешь Доллары хороши До известного предела А потом Имеет значение Только власть 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 И нужно И нужно сказать Что вообще В самом факте Вот этих Наднациональных структур Элитарных Нет ничего Необычного Это политэкономия Капитализма Дело в том Что капитализм Как экономическая система Это единый мировой рынок А политически Это совокупность государств 10 15 20 40 50 В современном мире 180 Ну вот представьте Теперь ситуацию Сидят буржуины В каком-то Государстве И у них есть Интересы экономические В другом государстве Которые они не могут Реализовать Не нарушив Законы своего государства И другого государства Да А как же еще Они должны Сговориться между собой Каким-то То есть просто Разводить Скажем так Да Совершенно верно Но это делать Нужно в рамках Некой организации То есть Сама логика Развитие капиталистической Системы Подводит их К созданию Национальных структур И В идеале То к чему они стремятся К так называемому Мировому правительству Которого не существует До сих пор Это сняло бы Это противоречие Знаете Подложка засосала Потому что я думаю Если они так хотят Вот То осталось Совсем немножечко Лакомых кусочков На этой маленькой планете Земля И один из этих кусочков Меток подозрения Что это Россия Вы знаете Кусочков вообще Осталось Они называют это Северная Евразия Они называют это Северная Евразия Вообще нужно сказать Что почти весь мир освоен И остался один большой кусок И три маленьких Значит Большой кусок не освоен Это Северная Евразия То есть Россия Плохо освоены Два кусочка На территории Китая Это Синьцзян-Уйгурский округ И Тибет И еще есть такая Замечательная страна Южная Африка Я хочу напомнить вам Что Да Кстати Что Де-факто Не де-юре Но де-факто ЮАР Обвалили В тот же год Когда обвалили Советский Союз Да Конкурентом между прочим Тем более что Индустриальный конкурент Был близок к созданию Атомной бомбы Был связан с Четвертым рейхом То есть Нацистским интернационалом В крушении Советского Союза Масса причин Внутренних и внешних Но одна из вещей Это убирали Индустриального конкурента И кстати Почему-то У нас никто Не вспоминает Что сказала По этому поводу Гражданка Тэтчер В девяносто первом году Уже в самом конце года Выступая в институте Нефти в Хьюстоне Она сказала Открытым текстом Представлял для Запада Военные угрозы Потому что у Запада Был военный ответ А вот экономическую угрозу Он представлял Нам-то в перестройку Вешали лапшу на уши Как у нас все плохо Как у нас все валится А гражданка Тэтчер говорит Советский Союз В 80-е годы Для Запада Который находился в кризисе Представлял экономическую угрозу Ай-яй-яй Андрей, вы знаете Совсем недавно Один мой знакомый Совершенно случайно Присутствовал При, скажем так Переговорах Он был третья сторона На пятой телеге Но просто не в этом Он лично практически слышал Из уст руководителя Одного государства Которого говорят На немецком языке Которого говорила Нашему руководству Это государство Лихтенштейн, наверное Не-не, ну да Типа того Так вот Они говорили о том Что дорогие россияне С вашими безумными Нефтеденьгами Пожалуйста Делайте все, что хотите Только не покупайте И не трогайте Нашу экономику Своими грязными деньгами Это правда или нет? Нет Вы знаете Это вообще Экономика западная Это святое И святое Это система обмена В 1941 году Черчилль Пишет своему Одному Корреспонденту Самый большой грех Предвоенный грех Германии Пишет Черчилль Заключается в том Что она хотела Изъять себя Из системы Торговых обменов И таким образом Уменьшить доходы Мировых финансов А дальше он пишет Мы воюем не С национал-социализмом Мы воюем С Германией Мы должны сокрушить Мощь германского народа Мы воюем С духом Шиллера Чтобы он никогда Не возродился Это есть В переписке Черчилля Это замечательная фраза То есть Я вспомнил Когда вы сказали Вот насчет Есть святые вещи Святые вещи Это вот Мировая финансовая система Ее трогать нельзя Я почему Знаете Подумал Вспомнил Когда был Опель на грани банкротства И Сбербанк Решил выкупить его И я сказал Гарри Никогда не продадут И так это произошло Вообще Я должен сказать Что западная Точнее международная Доннациональная Западная элита Очень жестко структурирована Там есть Очень жесткие Правила поведения И если человек Начинает выбиваться То его строго наказывают Про Кеннеди Мы уже говорили Но совершенно потрясающая история Произошла с Джимми Картером В 79 году Он был такой тишайший Нет Его поставила Трехсторонняя комиссия Чтобы он Решал ряд задач А Джимми Картер Решил что он самостоятельный игрок То есть Он на самом деле фигура А он решил что он игрок И Джимми Картер Была предвыборная компания 79 года Он перед поездкой в Калифорнию Сказал что я вернусь У меня есть план реформ Я объявлю об этих реформах По телевидению Будет пресс конференция И так далее Он приезжает Ему объяснили Не надо этого делать Я все знаю Вот Он действительно решил Что он не пешка Он решил что он ферз Он приезжает в Калифорнию И вдруг полиция Во время выступления Хватает двух каких-то людей Которые должны совершить На него были покушения А дальше Объявляют имена Этих людей Раймонд Ли Харви И Освальда Ортис Вы что серьезно? Да Абсолютно серьезно И Картер все понял И Картер все понял Я понял сигнал Да Месседж Да Раймонда Ли Харви И Освальда Ортис Один Один англичец Нет Ли Харви Освальдс Нет имена просто Я говорю там да Игра имен Значит это имя человека На которого повесили Убийство Кеннеди Картер все понял сразу Он сник Он вернулся в Кемп Дэвид Сказал что правительство Вышло у него из-под контроля Что он Все пропало Вот И он сидел у штих Он только один раз попытался Он попытался набрать очки Он хотел спасти заложников В Иране Но ему это не позволили сделать И произошла очень интересная история Американские вертолеты разбились И американцы сказали Что они разбились Мы тоже промолчали Но вот я знаю человека Который нарушил судьбу Сразу трех стран Неким актом Короче говоря Он все понял Картер Это был такой очень мягкий Ему намек И он успокоился Это конечно мафия Это не мафия Такие игры бывают Только мафиози Дело в том Что здесь игры Намного более серьезные Чем И кроме того Есть еще одна вещь Мафия Это интегральный элемент Это нижний Это такой нижний мир Вот этого Ну например Вот нам рассказывают Про арабскую весну Что события в Тунисе Начались с того Что там кто-то себя сжег Это правда Люди себя сожгли Но вопрос возникает Где начались вообще Волнения в Тунисе После чего начались сожжения И прочее Они начались в Туниском порту Вопрос Кто контролирует Тунисский порт Америка Семья Боннано Одна из семей Вместе с Гамбино Одна из Пяти гангстерских семей Нью-Йорка И кстати Интересы Кланов Которые контролируют Нарко-трафик В Средиземноморье Играли очень большой В событиях Арабской весны Они взаимодействуют Мафия Например И международная элита Нет Мафия И международная элита Взаимодействуют В Европе Чтобы не рваться На международный скал Не буду называть Страну Но в Европе Есть очень небольшая Страна Правящий дом Который У нее специализация В международной элите Контакты между международной элитой И криминальным миром Маленькая-маленькая страна Скажите пожалуйста А вот если Ну если так Международная элита Влияет на все Что происходит на Западе Там они говорят О сокращении численности населения О том как бы нам Сократить потребление населения А вот Наша страна Понятно что мы Неосвоенная территория А у нас есть Своя элита И может ли Наша элита Я хотела стоять Скажем так Вы хотите Вы хотите сказать Вот вообще В историческом плане Есть ли у нас своя элита Во-первых Если говорить Об истории элиты В России У нас правящий слой элиты Такой преемственный Он не сложился Приходит Приходит Петр Первый И Обновляет Прежнюю Проходит потом Какое-то еще время Кроме того Вы знаете У нас ведь дворянство Это был очень-очень Бедный В материальном плане Бедный слой Он очень был Экономически Зависим от власти Значит Всего В дворянстве В пике На пике его развития В конце 18 В первого плане 19 века Только 20% Дворянства Имели средства Вести социально Приемли в дворянский Образ жизни То есть Давать балы Принимать у себя И так далее То есть Ну достаточно Посмотреть Уже причесанный Даже музей Пушкина В Пушкинагорье Затем революция И приходят Люди Сначала интернационал Социалисты Потом через 10 лет Националисты Ну скажем так Это как В робковых яйцах У Булгакова Приходит Новое поколение Змей И вот И потом Кто свернул шею Интернационал Социалистам Бывшие мужики Пришедшие Из деревни Из Мещане Чиновники Они были адекватны Своей эпохе Но в послевоенный период Началась другая эпоха И вот это и то эпохи Они оказались Не готовы И Советский Союз Рухнул Не потому что У нас была Экономически тяжелая ситуация Был структурный Но не системный кризис Это признали Западные экономисты Не потому что Нас сварила гонка вооружения Как нам говорят Это полное бронье В схватке элит В условиях Вот такого Шаткого равновесия Та элита Оказалась намного Сильнее Это была схватка Башмаков И Интеллектуалов Нет Ну скажем Не интеллектуалов Ну вот смотрите Я не идеализирую Бжезинского и Киссинджера Но вот посмотрите Вот есть Бжезинский и Киссинджер И давайте перебросим На 70-80-е годы Ну кто-то Такого уровня Люди Сказать у нас были И причем смотрите Опять же тот же Киссинджер Смотрите как они функционируют Они челноки Киссинджер При Форде Фактически он был президентом США Госсекретарь При другом президенте Заканчивается У него своя фирма Он работает В фирме В бизнесе В бизнесе фактически В юридическом Или он читает лекции То есть Это очень сложный персонаж Который Полифункционален Это не Сказать Застойный Неперестроечный И неперестроечный Бюрократ Который Хрюкальником Уткнулся в корыто И единственное Единственное что Единственное что Его интересует Это корыто И ни о кого Я никогда не подпускал Андрей У меня возникает еще один вопрос Вы знаете В последнее время Во первых Я внимательно изучаю Что происходит в Америке И в последние Несколько лет Меня удивило Несколько Скажем так Приказов Указов Обама По поводу А Того что можно Например Брать автомобили Занимать Жилые дома Транспортные средства Тот-далет и тому подобное На случай Климатической Или Природного катаклизма Что меня очень удивило И при этом Такие очень жесткие Приказы Вторая история Это Интервью Совсем недавно С нашим Руководителем Гидрометцентра Который сказал И честно признался У нас вот прям в эфире Что мы действительно Сейчас не можем Ногда спрогнозировать погоду Потому что она творит Просто чудеса И третье Нас постоянно Подготавливают К чему-то Что должно произойти А что К чему нам К чему нам Копается Есть две серьезные вещи Две пугалки По поводу Климатических Пугалка одна Это глобальное потепление Скорее будет наоборот Вторая пугалка Это планета Нибиру И когда пошли Точнее Нибиру Действительно существует Это коричневый карлик Вот Но когда Заговорили о планете Нибиру Я вспомнил Информацию Которая прошла Несколько лет назад Вернер фон Браун Который закончил Свои дни в Америке И который кстати Подгадывал Главные полеты Своих аппаратов Под 20 апреля День рождения Гитлера Молодец 66-71 год Так вот Не за лого до смерти Он сказал Своей секретарше Ты знаешь Люди которые управляют Америкой и миром Им очень важно Иметь какую-то пугалку Сейчас пугалка Пугалка русские Но так будет не всегда Уйдут русские Ведет ислам И террористы Но это тоже быстро уйдет И останется только две вещи Угроза астероидов И высадка инопланетян И с помощью И оттолкнувшись от этого Они повесят Космическое оружие На орбите Астероиды уже Во что Итак Андрей Я понимаю Что погоду нас пугает А что же вы говорите Есть какие-то серьезные Серьезные вещи Они вполне рутинные Одна вещь Это затухание гольфстрима Он действительно затухает И вот этот Взрыв В Мексиканском заливе Он ускорил этот процесс Причем тоже взрыв Какой-то странный Вот например Так до сих пор непонятно Что там произошло Дело в том что Я только два факта Скажу Банк Goldman Sachs За неделю до взрыва Продал 44% Корпорации BP Которая владеет Deep Это 250 миллионов долларов Они сказали Что это по финансовым причинам Очень шатко Но два еще банка Банк Вашовия И банк ГИС Швейцарский Они за неделю до взрыва Они избавились от 97% Соответственно 98% акций BP Вы видели нормальных Кундика Которые бы сейчас избавились От акций Газпрома Да Таких не видел Вот Это одна вещь А вторая вещь Ну совсем рутинная Дело в том что Каждые 12 с половиной 11 с половиной тысяч лет Наша планета претерпевает Ну такую планетарную перестройку Которая обычно длится 230-250 лет Вот такая перестройка Началась в начале 20 века Закончится она в 30-е годы 22 века Об этом есть Серьезные исследования Но поскольку это серьезные исследования Не сенсационные Они не попадают Да Это серьезные исследования Но Самое интересное Вот что Активная фаза этой перестройки Это 1999-2034 год И что же будет И по прогнозам всех исследователей Абсолютно всех Единственная зона Которая останется Ресурсообеспеченной И стабильной Ближайшие 200-300 лет Несмотря на никакие катаклизмы Это Северная Евразия Да вы что Это Северная Евразия Поэтому Вот в конце 2011 года Институт Брукингза И Лондонская школа экономики Они обнародовали проект Который Они Не то что он секретный Но он был достаточно закрытый Проект называется Проект внутреннего перемещения Речь идет о переброске Больших масс населения Из Североатлантической зоны В зону Северной Евразии Причем Отработаны уже Кибернетические модели Математические модели Какие эпидемии При этом будут То есть Серьезные люди Готовятся всерьез К переселению народов К нам да Кстати Кстати у Обамы Очень интересная была фраза Такую он бросил Загадочную На нее обратили внимание В мае 2011 года Он сказал В Британии В 21 веке Сформируется Возникнут Много новых наций Но дело в том Что новые нации Возникают только в результате Слияния Слияния Вот это было Да И он сказал Великобритания и США Должны руководить Им процессом Под чутким руководством Интересно Ну и Андрей Возвращаясь сюда Они нравятся когда все смешиваются Да Андрей Возвращаясь к опечатному То есть Я так понимаю Что наша страна Находит сейчас в эпицентре Наша страна Это приз Приз И здесь все будет зависеть От того Как будет выглядеть наша страна У американского спецназа Есть поговорка Если ты выглядишь как еда Тебя рано или поздно сожрут Я скажу Может быть очень Сказать так жестко Но я думаю Что именно так и нужно Говорить в таких ситуациях Потенциальный противник Должен знать Что Сказать Любая попытка Захватить чужую территорию Обернется очень плохо Ему просто порвут пасть Хорошие слова Будем всех мочить Заведение С окошком Да Интересно Такая пауза Андрей Ну что Конечно не хочется с вами прощаться И наши слушатели Они тоже знаете Всерьезно беспокоены Может быть продолжим дискуссию Как-нибудь в следующий раз Давайте Просто Андрей Я говорю Я прекрасно понимаю Что тема не исчерпана этим Нет вообще Если говорить всерьез Тема действительно Очень серьезная И те Как у Высоцкого поется Кто эту кашу заварил Вполне серьезно Люди Которые 200-250 Рулят миром Они никуда не уйдут Более того Они ясно заявили Открыто говорят уже И ООН уже это фиксирует Что на земле много едоков 90% планеты Население планеты Должно уйти И Если этих людей Не остановить Тем или иным образом То действительно 90% людей уйдут Потому что Начиная с того Что 10 миллиардов населения Реальная численность населения планеты Некоторые специалисты считают С ними согласен Около 10 миллиардов Они 7 Управлять невозможно И кроме того Если начнется Серьезное Кинематические изменения То огромная толпа Рванет из Африки Из Азии Туда где чисто и светло И сметет эти элиты Поэтому уничтожают Задача номер один Это сокращение населения Но дело в том Что мы попадаем Население Северной Евразии Мы попадаем в сокращаемых Мы лишние на этом празднике жизни Поэтому Винтовка Штык И вперед из песни Третья мировая? Да Нет Во-первых Третья Они об этом тоже говорят Дело в том Что вообще Эпоха мировых войн Закончилась Третья глобальная Но она будет Она будет другой Совершенно Она будет Вот В этом плане Она уже идет Вот в Сирии воюют А рядом в Ордании Тихо У нас в Дагестане Идет фактически Гражданская война А у нас здесь в Москве Ну относительно Относительно Я это понял Знать Когда я отдыхал в Италии На берегу Адриатического моря А там всего лишь В двух часах езды На катере Шла война Ливия Да Не-не-не Это Югославия А Югославия Даже ухом никто не вел Все купались Отдыхали Вот это и есть Вот это и есть Вы знаете Есть такая сура Корана Я сейчас не помню Сказать какой номер Там говорится Теперь Пусть они наслаждаются Потом они узнают Айдала Хамени Очень любил Он в сторону запада Теперь пусть наслаждаются Потом они узнают Ну действительно Тряхнет всех А уж европейцам Нужно сидеть В этом отношении Очень тихо Потому что Европа Это с одной стороны Сытое, пожилое, белое население А с другой стороны Молодое, агрессивное Мусульманское население И как только Баланс чуть-чуть Сказать Выровняется Я думаю Что мало не покажется Европейцам Андрей На этом мы прекращаем Нашу научную дискуссию Очень с вами интересно Всегда приходите Пожалуйста Спасибо Мировая политика Здравствуйте Уважаемые радиослушатели В эфире очередной выпуск Программы Мировая политика Я ведущий Игорь Панарин Сегодня мы обсудим Проблему кризиса Мирового Глобального Второй волны Есть она или нет В этом аспекте У меня в гостях Андрей Ильич Фурсов Человек Который длительное время Занимается проблематикой Изучения Кризиса Копилки Как он говорит Он директор Центра русских исследований Московского гуманитального университета Здравствуйте Андрей Ильич Здравствуйте Итак все-таки Все политологи Эксперты спрашивают Когда начнется вторая волна Мирового кризиса Андрей Ильич Что вы скажете По этому вопросу Вопрос Когда начнется Вторая волна Предполагает Что первая закончилась Да Все говорят Что уже стабилизация Вы знаете Я согласен С теми нашими экономистами Которые Скептически Относятся К тому Что Кризис Закончился То есть Вы хотите сказать Что первая волна Она вот так еще и идет Она немножечко Во-первых Ее немножечко приглушили Например в Соединенных Штатах С помощью Вброса Существенных Денежных масс И с помощью Элементарного Мошенничества Когда Статистического Статистического Конечно Статистического Мошенничества На самом деле Кризис Никуда Никуда Не девался Его так сказать Так немножечко Заглушили И Изобразили радость По этому поводу Но Время уходит Дело в том Что за последние Три года Частный спрос Например В Соединенных Штатах Каждый год Падал на Один триллион Долларов Это большая цифра Большая И компенсировалось Это Вбросами Денежных масс Но И ростом Бюджетного дефицита То есть Вы хотите сказать Что это некий пиар Такой был Конечно Но пиар Вообще развивается Или так сказать Пиар безусловно Развеивается Потому что Нельзя Все время Жить за счет Увеличения Бюджетного дефицита И Ситуация Которая Возникает Сейчас Говорит о том Что Селенок Камуфлировать Кризис Уже Не хватает Валовый продукт Не растет Занятость Не растет Наоборот Она уменьшается Это мы говорим о США О США А вообще А вообще вот эти митинги Я завершу уже тему США Окупирую Олл-стрит Но они уже не только В Нью-Йорке Это Скажем так Что Проявление Вот Того Что этот Камуфляж Пиаровский Падает Или это Какая-то Некая Спецакция Вы знаете Я думаю Это спецакция Рассчитанная В пользу Будущего президента Обамы Прежде всего Видимо не случайно Сорос тоже говорит Абсолютно не случайно Это хорошо Вообще-то Это неплохо Да и сам Обама Вообще-то Высказался Безусловно Это работает На Обаму Но Проблема заключается В том Что это все Не решает Кризиса Глобальных проблем И дело не только И дело не только В Соединенных Штатах Но и В Евросоюзе Там тоже Очень серьезные проблемы А что в Греции Вот в Евросоюзе Рухнет она Не рухнет Дефолт объявят Евросоюз Ну Этого Никто не знает Этого никто не знает Но дело в том Что Евросоюз Исходно был Искусственным образованием Чьим Андреевич Вот интересно Искусственным Ну неких Неких сил Которые предполагали Что хорошо бы Объединить Европу Ведь дело в том Что к объединению Европы Сказать За объединение Европы Некие силы Ратовали Ратуют уже в течение Там 70 или 80 лет Ну вспомним И Владимир Ильича Ленина Он целую статью написал Он написал статью А вот практически Первой моделью Евросоюза Был Третий Рейх На самом деле А вот так Конечно Гитлер создал Евросоюз Фактически Это нужно Признать Именно экономическую составляющую Политика экономическая Политика экономическая И нужно честно признать Что бельгийцы Голландцы Чехи Того времени Они в общем Не против были Чтобы жить в таком Евросоюзе Да совершенно верно Континентальная Европа Спокойно легла под Гитлера Там никаких не было Ни партизанских движений Ничего Это была такая попытка Восстановить империю Карла Великого Но как в свое время Замел Тютчев После того как в России Появился Петр Первый И возникла Российская империя Европа Карла Первого Больше невозможно А Тютчев знал О чем говорит Да Знал безусловно И Евросоюз Искусственное образование Потому что там Есть очень четкое Мощное ядро В виде Германии Франции Севера Италии Люксембурга Сказать Вот центральной Европы И есть в общем Так сказать Придатки Которые Сами европейцы Не считают Европой Чтобы поляки Например О себе не говорили Европейцы Их европейцами Не считают То же самое Сказать Болгары Румыны Единственное Возможное Исключение Которые европейцы Делают Это для чехов Но не немцы Потому что чехи Немцы чехов За европейцев Не считают И в этом отношении Я думаю Первые Серьезные Кризисные явления Дадут себя знать Когда начнет Трещать По швам Евросоюз А вообще Перспектива такая Существует Эта перспектива Существует В двух вариантах Менее вероятной Это развал Евросоюза И более вероятной Да Закамуфлированный Развал Когда будет сказано Что есть Некое Ядро Некий элемент Трансформации Якобы Ядро Мощное Это как Николай Васильевич Гоголь говорил Для тех Кто почищен Ну и остальные Мальчики Которые Чистят Обувь Правда Я думаю Что восточные Европейцы И на это Согласятся Рассчитывая На то Что все-таки Их вытянут Но не вытянут И в этом отношении То что Происходит Сейчас В мире К сожалению К сожалению Большому Проблемы Достигли Такой Остроты Что Без серьезного Военного Конфликта Долги Срезать Списать Не удастся А может он уже начался Ближний Восток Все-таки Ливия Это же Ситуация Достаточно Динамично Развивается Ближний Восток Здесь Очень интересная Ситуация На Ближнем Востоке Имеет это отношение К Евросоюзу Или нет С вашей точки Косвенно Косвенно Дело вот в чем Америка Перенапряглась Америка Напоминает Сейчас Римскую империю Времен Трояна То есть Когда Римская империя Перешла От стратегического Наступления К стратегической Обороне Когда они стали Строить валы И Валы эти решали И физические И символические Проблемы Иными словами Америка должна Завязанных в Ираке Афганистане Она должна Потихоньку Уходить С Ближнего Востока И перейти К другую Форму управления А когда она уйдет Ваш Или она уже ушла Ну вот то что происходит На Ближнем Востоке Это подготовка ухода Но Дело в том Что Святое место пусто не бывает И если уйдет Америка Туда придут китайцы Или европейцы И перед Соединенными Штатами Стоит проблема Как уйти так Чтобы туда Чтобы остаться Чтобы туда никто не пришел И чтобы остаться И управлять этой зоной В другой форме В какой форме Форма очень простая Нужно сделать так Чтобы в этой зоне Был хаос И лучшими Специалистами По созданию хаоса Являются Исламисты А могли бы вы Назвать вот Идеологов Этой концепции Скажем так Вы в своих работах В общем-то Их упоминаете Для наших радиослушателей Я думаю что это Так сказать Целый ряд Поименно Идеологов Назвать очень трудно Дело в том Что в Соединенных Штатах Работает огромное Количество структур Открытых Закрытых Полуоткрытых Их сотни Которые Разрабатывают Ну хотя бы такие Наиболее публичные Фигуры Ваш взгляд Вот в этом процессе В хаосе Как вы называете В хаосе Ну вот например Был такой человек То есть он и сейчас есть Но он был активен Очень в начале В первые годы 21 века Стивен Манн Это был специальный Представитель Президента Буша По Евразии Который откровенно Сказал Что Соединенные Штаты Должны использовать Стратегию Управляемого хаоса И мы ее использовали Сказал Холбрук Можем мы его Причислить к этой волне Скажем так Безусловно Безусловно Там много Сказать Много людей Но самое главное Заключается в следующем Нужно создать условия Для прихода К власти исламистов И поэтому То есть получается Андреич Я вас перебью Что вы хотите сказать Что часть элиты США Транснациональные Или ты Она пытается Использовать Исламистов Для стабилизации Или даже Скажем Для дестабилизации Для дестабилизации А вот Как же Бен Ладен Аль-Каида И так далее Ну дело в том Что Бен Ладен Мифическая Конечно Полумифическая фигура Во-первых И Бен Ладен Вроде бы они с ним Борятся там И так далее Бен Ладен и Сауды И Буши Это вообще Так сказать Один холдинг На самом деле Так вот Я вернусь К проблеме Исламистов На Ближнем Востоке Исламисты Могут создать Хаос Тем более Что исламисты Были созданы Соединенными Штатами Да Это не секрет И Александр Дель Валь Лабьевьер В своих работах Они называют Исламистов Цепными псами Глобализации По-американски Подрядчиками Вообще получается Странно Вроде бы Ислам Так сказать Нет В этом ничего Странного нет Это классическая И нужно Поаплодировать им Классическая метода Работы Англосаксов Нужно было Взорвать Османскую империю Они Симулировали Развитие Пантюркистских Идей Так вот Две страны На Ближнем Востоке Где исламисты Были либо Несильны Либо их вообще Не было Это Сирия И Ливия И вдруг Как раз там Начинается Война Что может дальше Произойти на Ближнем Востоке Ближний Восток Может оказаться Зоной хаоса Где хозяйничают Исламисты То есть он еще пока не оказался Нет Пока не оказался Вот Ливия уже Зона хаоса Зона хаоса А вот скажем Алжир, Марокко Не зона хаоса Зона хаоса И вот здесь Возможно Вот здесь Возможно будет И оправдать Этим Длительную войну Которая будет вести С силами В основном Частных военных корпораций Таких достаточно много Абсолютно много И отчасти там будут Натовцы участвовать Причем они могут Участвовать в той форме В какой натовцы Участвовали В наземной операции В Ливии Понабрали Натовских солдат Арабского происхождения Нарядили их в сандалии И пустили вместе С клоунами Воевать Ну и декорации В Катаре Совершенно верно Говорят кстати Там сейчас декорации Уже и Дамаска Они готовят Я не слышал Этой информации Но в этом нет Ничего Удивительного Удивительного Так вот Война в зоне От Мавритании Хаос в зоне От Мавритании До нашего Кавказа Может стать Крупной Макро-региональной Войной Именно вот на таком Глобальном Театре А если нужно То и прологом К более серьезной войне И такая война Конечно Сожжет Все долги Сожжет Зачистит И возникнет Новый мир Проблемы только А какой мир Кстати говоря Интересно тоже Мир Где Значительно меньше Будет суверенных Государств Мир в котором Соединенные Штаты Окончательно превратятся В кластер Транснациональных Корпораций Вот поясните Что такое Кластер Интересный термин Дело в том Что Наша Обществоведческая мысль Да и не только наша Прохлопала Появление Проморгала Как вы иногда говорите В послевоенный период Возникновение Новой фракции Наряду с Госмонополистической Буржуазией Новой фракции Мирового Правящего класса Капиталистического Корпората Кратии Это был тот слой Который тесно Был связан с корпорациями Затем в 70-е годы И по этому поводу Есть Достаточно исследований На корпорации Транснациональные корпорации Переориентировались Спецслужбы Именно переориентировались Получается Что фактически Спецслужбы Выполняют Стали работать На транснациональной корпорации Более того Корпората Кратия На рубеже 60-х 70-х годов Создала Свои собственные Наднациональные структуры Это римский клуб И трехсторонняя комиссия И возник такой треугольник Транснациональные корпорации Их наднациональные Политические структуры И спецслужбы И если мы посмотрим на то, что происходило в последней четверти XX века, то совершенно, так сказать, понятно становится, что, скажем, Соединенные Штаты в 80-е и 90-е годы это в значительно большей степени совокупность транснациональных корпораций, чем государства. То есть фактически в конце XX века уже США потеряли статус, можно сказать, национального государства. Внешне США выступают как национальное государство, но директор французского радио Лоби Вер, автор замечательных работ «Доллара террора» и «Кулисы террора», он не случайно пишет о внешних политиках США и поясняет, что различные кланы и комплексы транснациональных корпораций в США проводят различную внешнюю политику. Произошла приватизация внешней политики различными группировками. Но она уже сконцентрирована на какой-то идее, или всё-таки идёт борьба между этими, так сказать, группами, в ваш взгляд? Безусловно, между этими группами идёт борьба. Да. Достаточно, так сказать, прочесть последнюю книгу «Смена игры Клинтона и Обама», в которой... Интересное вообще название. Да. «Смена игры». Да. В которой два американских журналиста показывают, как развивается борьба между теми кланами демократической партии, которые связаны с Клинтонами, это, так сказать, старые кланы, и, так сказать, молодые агрессивные кланы, которые ставят на Обаму. Ну, естественно, и за теми, и за другими... Получается, даже внутри демократического лагеря достаточно два блока мощных. Два блока, ну, и, естественно, за ними стоят, так сказать, очень крупные наднациональные силы. Не надо забывать, что, так сказать, самого Обама, когда он был ещё студентом, его в числе восьми студентов, и он был единственным небелым студентом, его, так сказать, эту группу из восьми человек придали, так сказать, Бжезинскому, и Бжезинский с ними специально, так сказать, занимался. Может, сказать, выращивал. Выращивал грузинский, это человек Рокфеллеров, и понятно, какая идет связка. Хотя, конечно, те же Рокфеллеры, они играют на обеих площадках. Они присутствуют и с одной стороны, и с другой. Четко идентифицировать сложно, что площадки меняются, смена игры идет. Площадки меняются, но основные базовые группировки в мировой системе, они никогда не складывают все яйца в одну корзину. Они поддерживают и правых, и левых, там, где не проходит левый, проходит правый. Вот смотрите, в планах разрушения России, сделать Россию, совершить в России революцию, и сделать из России такой локомотив мировой революции, эти планы поломала группа Сталина в середине 20-х годов, провозгласив курс на строительство социализма в одной стране. Отдельно взятой стране. В одной отдельно взятой стране. То есть планы разрушились. Не планы разрушились. Тут же другой ход. То же самое с помощью мировой войны будем расти Гитлера. И не случайно в 29-м году совпали три события. Высылка Троцкого из Советского Союза. Начало коллективизации у нас. Начало мирового кризиса. И событие, которое очень было важным, но которое, так сказать, обычно упускают из виду. В 29-м году директор Центрального банка Англии Монтегю Норман, это человек, который с 20-го по 40-й год был директором Центрального банка Англии, и который на весах истории весят примерно столько, сколько Рузвельт, Черчилль, Муссолини и Гитлер вместе взятые. Хотя он находится в тени. Абсолютно. Так вот, он в 29-31 годах, началось в 29-м, а закончилось в 31-м, он закрыл Британскую империю от внешнего мира в плане торговли. Британская империя, 25% мирового рынка. Это была узда, которую англичане пытались набросить на... 36 миллионов квадратных километров, гигантская территория. Набросить на американцев. Американцы вышли из этого положения. Во-первых, они профинансировали наши пятилетки, Рокфеллера нам профинансировали. Затем они пытались решить свои проблемы с помощью... То есть получается, что союз Рокфеллеров и Сталина дал нам возможность победить во Второй мировой войне. Ну, скажем, нет, возможность нам дал победить русский народ. Так. Но некоторые предпосылки... Но предпосылки технические были, так сказать, в этом нам помогли очистки и Рокфеллеры. Андрей, возвращаясь к сегодняшнему этапу. Китай, мы не упомянули, в этом раскладе. Он уже глобальный игрок? Он национальный или он кластер? Нет, Китай, безусловно, становится глобальным игроком. В свое время журналисты в начале 90-х годов сказали, что в мире существует 4 глобальных племени. Это китайцы, англосаксы, евреи и арабы. Ну, я бы внес, так сказать, коррективу в эту схему. Кого вы выбираете? Я убрал бы арабов, потому что арабы, так сказать, интегрированы... То есть остаются три? Нет, остаются два. Дело в том, что англосаксонская и еврейская элиты тесно связаны между собой. Особенно после того, как в 1902 году, после смерти королевы Виктории, европейская аристократия собралась и решила, что можно жениться на финансистах, выходить замуж за финансистов, банкиров, независимо от их национальности. И за последние 100 лет сформировалась англосаксонская, мощная, так сказать, англосаксонская еврейская элита, которая очень сильна. И это одно из достижений, кстати, западной цивилизации за последние 400 лет. То есть фактически цементирование определенного компания. Да, совершенно верно. А как Китай? А вот очень интересная вещь. С 90-х годов, вот этой... 20-го века. Да, 20-го века, вот последние 20 лет, этой единой западной элите противостоят китайцы. То есть мы уже, в общем-то, неглобальные игроки, пока. Мы пока уже или пока неглобальные игроки. Итак, два глобальных игрока. Два глобальных игрока. И у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. В китайской элите Запад впервые столкнулся с глобальным игроком неевропейского типа, потому что Советский Союз, это в рамках геокультуры просвещения, это, так сказать, все равно в рамках христианской культуры... Одного проекта. Да, один проект. Потому что что такое был Советский Союз? То есть это противооборство в рамках одного. Советский Союз, это был левый проект модерна, который, так сказать, идет от якобинцев. Китайцы глобальный игрок неевропейского, так сказать, восточного типа. Кроме того, в лице китайской элиты, западная элита, столкнулась с очень древним противником. Вот, скажем, если в англосаксонской элите евреи представляют, так сказать, такой очень древний элемент, 2,5 тысячи лет, 3 тысячи лет, то вот с китайцами в лице китайской элиты они столкнулись с тоже очень древней элитой. То есть тоже многотысячелетним компонентом, архетипом определенным. Проблема только в том, что, так сказать, китайцы являются глобальным игроком последние 20 лет, мировым игроком, а западная элита является мировой в течение 200-300 лет. Последних, да. Да, последних лет. Кроме того... Но китайцы быстро набирают, можно ли так сказать, да? Они быстро набирают, но трудно набрать тот опыт, который набрали европейцы. Дело в том, что, так сказать, китайская элита формировалась в рамках одной империи, где самыми крупными потрясениями были, так сказать, восстания крестьян и дворцовые заговоры. Что имела европейская западная элита за последние 300-400 лет? Постоянные войны, революции, борьба государств между собой, потому что Европа была межгосударственной системой, а затем Северная Атлантика. То есть тот опыт, который финансовый, информационный, который накопила западная элита, он совершенно уникален. Другое дело... А когда между ними, с вашей точки зрения, произойдет, ну, битва, глобальная битва? А дело в том, что битва... Или она уже идет? Нет, она подспудно идет, но до открытого столкновения может дело и не дойти, потому что Китай хорошо интегрирован в мировую систему, в мировой рынок, и китайцы делают все, чтобы, так сказать, проникать, так сказать, медленно, без конфликтного. Китайские рестораны и так далее. Да, у китайцев есть замечательная стратегия, называется она «Цань-ши» поедать медленно, как шелковичный червь поедает лист. И они так это двигаются. И они так и двигаются. Другое дело, что, так сказать, трудно сказать, есть ли у Китая глобальный план, поскольку Китай настолько, так сказать, считает себя в центре мира... Срединным государством, да. ...что, так сказать, глобальный план — это слишком, так сказать, много чести для современного мира, чтобы китайцы, так сказать... С точки зрения Китая. Да, совершенно верно. То есть они смотрят на всех остальных, как на окраину. Китайцам достаточно, так сказать, контролировать информационно-финансовую зону, так сказать, у себя. И вокруг. И вокруг. Вот. Но у китайцев серьезнейшие проблемы социальные, связанные с их экономическими успехами. И чем больше у Китая будет экономических успехов, тем острее будут социальные проблемы. Ну, например, в Китае возник, так сказать, пусть не очень богатый, но, так сказать, массовидный средний слой. Который стал по-другому питаться. Например, он стал активно питаться, так сказать, мясом. Для того, чтобы... Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, да? Это хорошо, так сказать, в краткосрочной перспективе. Но теперь смотрите. Чтобы произвести одну тонну мяса, нужно семь тонн зерна. А для того, чтобы произвести одну тонну зерна, нужно тысячу тонн воды. А с водой в Китае напряженка. В этом году в Китае уже было 180 тысяч крестьянских волнений. То есть получается, что вроде бы мелочь люди стали есть лучше. С одной стороны. А это приводит к таким серьезным последствиям. Серьезным последствиям. И, безусловно, китайское руководство это все прекрасно понимает. Но есть процессы, которые очень трудно обуздать. И рано или поздно разрыв между богатыми и бедными, между группами, между богатыми и бедными провинциями в Китае должен привести к очень существенным потрясениям. Андрей Ильич, вот два глобальных игрока. А Россия-то как? Что? Как мы должны действовать в этой борьбе? Стоять в стороне или ждать? Я думаю, что Россия должна воспользоваться классической китайской стратегией, с помощью которой Китай... Мы же вроде не китайцы. Мы не китайцы. Но нужно активно пользоваться опытом англосаксов, евреев, китайцев. Нужно брать лучшее. Но я должен сказать, что как это не цинично прозвучит, но мир, к сожалению, цинично устроен, серьезный глобальный кризис может быть шансом для России. Если мы посмотрим на русскую историю, то Россия каждый раз выскакивала, делала рывок... Когда? Можете сказать, когда, в ваш взгляд, выбегали мы из этого капкана? Мы выскакивали из капкана тогда, когда начинались серьезные кризисные явления. Смотрите, после первой русской смуты, начала 17 века, Россию можно было брать голыми руками. Да, практически казалось, да. Однако в Европе бушевала 30-летняя война 1618-48 годов. А когда она закончилась... И была не до России. Да, когда она закончилась, Россия уже была достаточно сильна, чтобы сама начать военные действия. Петровские реформы угробили экономику России. И Россию, в принципе, в 20-е и 30-е годы 18 века можно было брать голыми руками. Но в Европе шла война. Сначала, в самом начале, так сказать, века за испанское, за австрийское наследство. А к середине 18 века Россия уже встала на ноги так, чтобы могла бить Фридриха II. И взять Берлин. Совершенно верно. Едут-едут по Берлину наши казаки. Так. И, наконец, после гражданской войны, после революции, Россию тоже можно было брать голыми руками. Однако шла борьба между англосаксами и немцами. Между внутри англосаксов, между англичанами и американцами. Между Рокфеллером и Ротшиллями. И Сталин сыграл на этих противоречиях. Сыграл так, что мы смогли сломать хребет Гитлеру. То есть, Андрей Ильич, получается, что, как это не цинично и парадоксально, что вот этот глобальный кризис может стать шансом, если мы... При двух условиях. Какие? Воля и разум. А что бы важнее? И то, и другое. Должна быть политическая воля. И нужно очень хорошо знать мировые расклады. У нас, к сожалению, нет реальной адекватной картины мира. Нужна новая наука об обществе и о мире. То есть, вот при этих двух условиях, возможно, использовать кризис. Но воля и разум должны быть атрибутами, я называю это, субъект стратегического действия. То есть, должен возникнуть субъект, у которого есть воля порвать пасть противника, у которого есть мозги понять, как это сделать. Будем надеяться, что такой субъект у нас появится. Андрей Ильич, ну что, давайте на этой позитивной ноте закончим наш диалог. Я напомню, что у меня в гостях был Андрей Ильич Фурсов. И мы пришли совместно к выводу, что кризис никуда не делся, никакой второй волны нет, потому что не закончилась еще и первая. Но у России есть шанс, есть надежда, что будет правильна воля и разум. И Россия воспользуется теми негативными составляющими для других, для того, чтобы вновь восстать, как финис, и стать великой процветающей державой. До свидания, уважаемые родители. До свидания. Мировая политика